Данил Хлусевич перешел в московский Спартак из Виктории Гимарраеш. Да, да, да. А, нет, нет, это моя ошибка. Нет, не Данил Хлусевич перешел из Виктории Гимарраеш. Нет. А, Мангаш, так его зовут? Да, Мангаш его фамилия. Мангаш, да? Ой, да, Мангаш. И вот сегодня мы обсудим переход этого левого защитника Виктории Гимарраеш в московский Спартак. И нахуй она нужна вообще, блядь. Да, нахуй она нужна. Амарал, ты слышишь меня? Нахуй она нужна вообще, блядь. Бездарь ты, да. На хлебнике и бездарь-то. Что ему можно сказать о игроке Мангаш, левом защитнике? Он играет левого защитника. Играл левого защитника Виктории Гимарраеш. Все, больше о нем мы не можем сказать. Спартак за него заплатил 2 миллиона евро. А трансферная стоимость его на трансферманке 4 миллиона. Вопрос. Неужели настолько португальцы тупые, что они продают какого-то своего игрока за цену ниже в два раза, чем его рыночная цена? Алло, алло! Спартаковский болельщик! Вы что, думаете, что вы наебали португальцев? И португальцы такие лохи. И Мангаш переходит, не хочет играть в Европе, в Еврокубках, не переходит из теплой Португалии, переходит, блядь, в зиму, в зиму, в Россию, которая во полной изоляции. Вот. И трансфер... Ребята, поймите, португальцы, это, наверное, самые лучшие селекционеры вообще в Европе. Ребята, они никому никогда не продадут игрока, хорошего игрока за копейки. И тут они продают какого-то игрока за цену ниже в два раза, чем рыночная. Вас наебали! Вы купили очередного Жозея. Очередного Жозея. Мы ничего не можем сказать про игру Мангаш. Ничего. Потому что мы его никогда и не видели, и не можем ничего представлять. Вот и все. Что можно говорить? Это очередной товар. Я думаю, это даже не товар, это, наверное, хуже Дуарта. Это просто вот... Просто вот... Просто покупка игрока за два миллиона. И все. Больше ни о чем. Вот. Вот что можно о нем сказать? Ничего. Причем самое страшное... Почему я это и сказал в начале ролика про Хлусевича? Ребят, это же не просто так. Дело в том, что трансферная стоимость Мангаша на трансфер-маркете 4 миллиона евро. А знаете, какая трансферная стоимость Хлусевича, Данила Хлусевича, сейчас на трансфер-маркете? 5 миллионов евро. То есть, Мангаш... Мангаш стоит меньше Хлусевича. Вы купили Хлусевича, португальского Хлусевича. Это Хлусевич пришел к вам. Португальцы избавились просто от своего Хлусевича. Они понимали, что это Хлусевич. Его от нахуй надо выкидывать. Вот. И вы взяли его просто. Вот и все. Вас наебали. Вот. И во всем этом виноват вас спортивный директор Амарал. Помните, где-то месяца два назад из Бетиса к вам пришел какой-то там футболист Жозе. А где он сейчас? То ли он в Макдональдсе, то ли он в спортивном зале. Гамбургер Хауэрит. У Жозе было очень хорошее статистическое за прошлый сезон в Бетисе. Но его почему-то Бетис продал за какую-то мизерную сумму. Один миллион евро. Да? Странный вопрос, да? Может, что-то испанцы знали, да? Может, они знали о каких-то проблемах со здоровьем у Жозе. Наверняка знали. Возможно, там какие-то очень глобальные сдвиги в организме Жозе были. Так что, когда он приехал в Москву, он уже больше двух месяцев не может восстановить вес. Просто не может. Вес, в принципе, можно восстановить за две недели. после изнурителей в тренировках, да? А он не может восстановить. Значит, там какие-то были проблемы очень глобальные в здоровье, да? И Бетис просто избавлялся от его платежной ведомости, от его зарплаты. Да? Правильно. И продали они его. Они его, в принципе, могли отдать бесплатно. Чтобы просто, ну, любой клуб вообще, не важно, кто Спартак или там, какой-то там, Уралан или там, куда угодно его могли отдать, лишь бы только избавиться от его зарплатной ведомости, от его зарплаты, чтобы у него платить деньги. То есть, они понимали, что все, этот игрок не будет нигде играть. Забейтесь, не забейтесь два, не забейтесь пять. И там главная задача, это была задача бухгалтерии. То есть, надо от него избавиться. Потому что, ну, он весь не восстановит, и это все, это большие проблемы. Вот. И его отправили в Спартак. По сути, почти бесплатно. Что он делает сейчас в Спартаке? Хуй его знает. Кто его привел? Аморал. Вот сейчас вот, Манкаш, это вот вторая серия. Ребята, Аморал, это ну-но. Это не спортивный директор. Его назначили в декабре прошлого года. Мы сейчас, в России, находимся в изоляции. Да. И понятно, что сейчас надо, ну, российским клубам брать легионера, покупать хорошие легионеры из Латинской Америки. Из Бразилии, там, Парагвая, Колумбии, там, кого, из какой-либо страны, там, Венесуэлы, да. Это было понятно. И вы можете это посмотреть по Зениту. По Зениту. Который не берет игроков из Европы. У них хорошие налаженные связи. В Бразилии, в Латинской Америке, в Аргентине, там, да. И они берут только оттуда, игроков покупают. Купили Педро. Купили Лусяна. Покупают и других игроков. Да. Вот в это летнее трансферное окно. Откуда пришли игроки в Зенит? Из Европы никого не пришло. И просто зимой тоже не прошло. И из Европы никто не приходит в Зенит. Потому что все понимают, что сейчас из Европы в Россию никто не придет. Потому что Еврокубков нет. Россия в изоляции. И, соответственно, человек, который играет в Европу, хороший игрок, да, он не придет в Россию. Это было, блядь, долбоебу, понятно. Моей маме это понятно, которая не смотрит футбол. Понятное дело, что там должно было налаживать связи. селекционерами в Южной Америке, да? Это было понятно. Ну, просто вы по Зениту посмотрите. Откуда пришел этот Лусян Гандау? Из Аргентины. Пришел и просто как влитой прекрасный футболист купили его за 15 миллионов. Педро откуда пришел? Тоже из Бразилии. Тоже его недорого купили. Никого из Европы в Зените нет. Причем Зенит этим летом хотел купить какого-то серба из Старина. Там, блядь, заломили такую цену, 27 миллионов. И руководство Зенита сказал, идите вы себе нахуй, блядь. Мы двух охуенных, блядь, игроков купим вместо этого серба. Вот и все. Вот это понятно. Вот сейчас вот Динамо, Москва купила бразильца какого-то, да? За хорошую сумму. Откуда взяли его? Откуда его взяли? Блядь, это было понятно, как ясен день. Пришел Амарал, да... Блядь, парни, ну я думал, он... Когда он пришел, да, вот я выпускал ролик еще, по-моему, в декабре. Скал, блядь, у него должны быть связи в Латинской Америке. Блядь. А он покупает из Европы. Он берет игроков из Ференц-Фарша, хуеварыша, блядь. У Гальды это взяли. Единственный хороший трансфер. Откуда он был у Спартака? Из Аргентины. Барка взяли. Все. Блядь, он сейчас берет этих каких-то ноунеймов из Европы. Кто сейчас из Европы придет? Нормальный. Кто он придет нормальный? Ну зачем? Это говорит о том, что спортивный директор, он некомпетентный. Его можно... Вот просто сейчас Амарала можете увольнять. Вообще. Вот просто его трудовой написать. за неудовлетворительное выполнение своих обязанностей. Просто вот можете написать там. Он не о чем... Ты должен был наладить связи с Латинской Америкой. То есть оттуда брать игрока. Барка взяли, заебись все. Кого ты, блядь, приводишь нам туда? Нахуя ты полез, блядь, в эту ебучую Викторию геморральщик к португальцам? К португальцам ты полез. Они за копейки ничего не продаст. Они тебя даже хуй не дадут свой отсосать, блядь. За копейки, блядь. Ты что, думаешь, они тебя за 2 миллиона, блядь, дарования юного продали, блядь? Ты что, ебнутый, блядь, что ли? А из Ференс Варыша ты кого, блядь, взял, нахуй? Блядь. Зачем ты его взял, нахуй? Ференс Варыш, стой. Блядь, трансферная стоимость Ференс Варыша меньше, чем, блядь, у Спартака, нахуй. Вы, по сути, берете игрока, там, условного, не знаю, началось летнее трансферное окно. То есть, новый тренер Станковича пришел, да? И нужно было усиливать состав, да? Окей, Барку взяли. Дальше, идем дальше. Блядь, Соболев, блядь, поднял скандал и было понятно, что он уйдет. То есть, были два вопроса. Или мы его отправляем Химке, блядь, на петель воспитания, да? И забываем о нем, потому что через 2 года заканчивается контракт. Или, блядь, мы его отдаем Зенит. Понятно было, что Зенит его купит. То есть, в конце концов, потому что Симак его хотел. Вот. И они его купили за 10 миллионов. Так ты, блядь, должен был за... Потому что продали его за 10 миллионов, ты, аморал, должен был найти за эти, блядь, 3 месяца лета какого-то нападающего за место Соболева. Блядь. Ты должен был найти. Ты нихуя не нашел. Вон, это даже не мои слова. Это, вон, посмотрите, слова вашего Кузьмича в телеге, что он написал, что игроков нападения нету, блядь. У Гальды? Ну, окей, у Гальды, блядь. Игнатов? Ну, то есть, я считаю, что это некомпетентность, совершенная некомпетентность по активному диреку. Тут даже элементарно по нападающим. То есть, Соболев уходит, да, ну, как бы вы к нему не относились, вообще похуй. Ну, то, что у тебя один основной нападающий уходит, ты должен, блядь, найти, блядь, за 10 миллионов кого-то. Ты хуяк, Соболев уходит, и начинаешь, блядь, торговаться за Кордобу, блядь. Идёшь к Галицкому, Галицкий тебе выкладывает сумму 16 миллионов, заплати-ка ты нам, родной, потому что транслетнее трансферное окно в России заканчивается. Заплати-ка ты нам 16 миллионов, блядь. А морал уже соглашается, хуй с ним, 16 миллионов мы тебе заплатим, да. Подходит к самому Кордобе, Кордоба говорит, а вы чё, блядь, парни, охуели, блядь. Я что, вам лох, что ли? Вы давайте мне личную зарплату 5 миллионов выставите, блядь. Ёпту мать. В срыве этого трансфера Кордоба, да, виноват. Именно морал. Потому что у него запасных вариантов не было. Когда хотят, допустим, какого-то игрока купить, ну, рассматривают и другие варианты, чтобы подобрать, ну, как бы конкуренция, да, сбавить цену на этого игрока, да. А тут, блядь, вообще ничего не было, нахуй. Вообще никакой работы не было. Он, блядь, просто сидит, блядь, просто проедает деньги, которые ему даёт Лукоил, блядь. Больше нихуя, блядь. Он совершенно некомпетентен. Блядь, просто некомпетентен. Блядь, нахуя ты игроков берёшь из Европы? Ты чё, ебанутый, что ли, блядь? Ты, блядь, чё, блядь, включи... Ты не знаешь, что сейчас происходит в России, в РПЛ, блядь? Потому что мы не играем в Еврокубки, неизвестно когда. И игроки сюда не придут нормальные, блядь. Потому что тебе нет связи, блядь, да. Ты только умеешь пиздоболить, блядь. Просто умеешь пиздоболить. Вот. Это вот просто настолько явно, блядь, да. Но аморалы нельзя ругать. Потому что так сказал Барзюкин. Ну, подождём. Подождём. Чё ждать, блядь, ёптю? Его надо прямо сейчас под зад ногой выпиздить из клуба, блядь. Блядь, нахуй. Блядь, потому что он некомпетентен. Ребята, вы что, не видите, блядь? Купил мангоша, ёптю мать. Второй Холусевич, только португальцы. Викторий Геморрайш его сплавил. Скажет, слава богу, ёптю мать. Эти лохи, блядь, из Москвы его забрали, блядь. Блядь. Этого, блядь, Филинс Варыша какой-то ещё один пришёл. Блядь, у Спартака сейчас перебор легов. 13 легов, ёптю. Кого-то надо отправлять. Где Товарыш вообще находится? Никто не знает, блядь. Купили там тоже Товарыша откуда-то, по-моему, тоже из Португалии, да? Хуй знает, где он там, блядь, тоже защитник какой-то там сыграл там пару матчей. Нахуй, блядь. Это просто пиздец. Ой, я просто смотрю, блядь, на трансферную политику Спартака, блядь, я просто охуеваю, блядь. Ребята, самый лучший трансфер ваш в это летнее трансферное окно будет выгнать к хуям, блядь, выгонять его к хуям, блядь. За права летняя трансферная компания. Вот знаете, вот в Италии не принято, блядь, долго терпеть тренера. Там бывает, что, блядь, за две недели, блядь, тренера выпиздят, нахуй. Просто видят, что он дно, ебаная, блядь. Его, нахуй его терпеть, блядь. Было понятно, что он дно. Вот по аморалу уже понятно, что он дно, блядь. Пошло уже, блядь, 8 месяцев, махуй. 8 месяцев, блядь, его работа. Он дно. Но, ребят, он никогда не работал с спортивным директором. Как оказалось, селекционные связи у него нихуя нет в Латинской Америке. Он не нужен, блядь. Ребята, не нужен, блядь. Вот и все. Это, блядь, ролик про Мангош. Но вот этот, блядь, приход Мангоша из этого, из Виктории Геморраев, это приговор. Это приговор именно аморалу. Это вот, блядь, подводим черту его работы. Потому что трансферное летнее окно Спартаком провалено. Просто провалено из-за некомпетентности спортивного директора. Потому что, блядь, все, нахуй, вы уже, по сути, никого не купите. Потому что кое-кто сидел на жопе и нихуя не работал. Я не знаю, он на пляже где-то там был, блядь. Хуй его пойми, блядь. Но оно провалено, блядь. Нападающих, скорее всего, Кордобы не будет. А если будет это, блядь, за какие-то космические деньги. 10 миллионов, блядь, которые за Соболева отдали, да? Где они, эти бабки? Блядь, вы уже должны нападающие за эти бабки приехать. Потому что вы убрали одного игрока, блядь, должен был прийти, у вас нет нападающих. То же самое и полузащиты. Никого не отдавали в аренды, блядь. Чернов сломался у вас тот же. Вот, поэтому, я не знаю, повторяю еще раз, Мангаш это второй Хлусевич. Это португальский Хлусевич. Это ни о чем вообще. Это вот у Спартака есть такие уже там, типа Мангаш, это вот, Дуар, ты товарищ ходит, хуярыш, Хлусевич. Вот это, блядь, армия Хлусевича, как я их называю. Вот, так что, короче, я вам желаю, в больничестве Спартака, абсолютно искренне, выпиздить прямо сейчас аморалу, блядь, потому что вот это, но это надо делать. Потому что если человек, блядь, где-то плохо работает, да, его надо выгонять. Иначе он поймет, что он, блядь, с ним ничего не будет. Это надо выгонять, блядь. Чтобы следующий спортивный директор понимал, что если он, блядь, будет так же работать, его выпиздят, блядь. Вот и все. Просто вот сейчас так, глядите на трансферное окно, 12 сентября заканчивается, все, блядь, вот тебе бабки, пиздуй нахуй отсюда. Там откуда ты приехал. Всем пока.